Аэропорт Емельянова Аэропорт морально устарел в план реконструкции и развития терминала, который обсуждается последние лет 10, входит и закупка нового оборудования и строительство непосредственно терминала площадью не менее 40 тысяч квадратных метров. По задумке он будет рассчитан на 3 миллиона пассажиров. На все это необходимо несколько миллиардов рублей. Таких средств у региона нет. Единственная надежда сейчас частные инвесторы. И в этой ситуации главное сейчас не деньги, а время, говорят депутаты законодательного собрания. Время, за которое власти примут решение, какого инвестора выбрать. Проект уже даже прошел госэкспертизы, а значит нет ничего, чтобы мешало начать строительство. Если вот установлен срок, там 30 дней, да, на рассмотрение, вот ровно в 30 дней должны рассмотреть и вынести решение. Если чуть позже, это опять затянется, я думаю, и не на один год, и в результате мы упремся к тому, что не получим ничего опять. Опять на бумаге какие-то планы, реализация, а в реалии ничего не будет. Всего в край поступило пять заявок от инвесторов. Есть среди них компания Кислород Монтаж. Именно она занималась реконструкцией космодрома Байконур. Есть Аренова и Новопорт, которая отвечала за возведение терминала в Новосибирске. Есть Аэроинвест и Базл Аэро. Главное, отмечают специалисты, не выбрать те компании, которые уже зарекомендовали себя не в лучшем свете, реализуя другие инвестиционные проекты на территории края. По словам члена Совета Федерации от края Валерия Семенова, самая важная сейчас политическая воля руководства региона. Перестать спорить о деталях, которые не касаются красноярцев, ради которых аэропорт и должен развиваться. Когда ставится во главу угла в аэропорту, какую долю край будет иметь, край всегда будет иметь, во-первых, заинтересованность, потому что это жители нашего края. Второе, он все равно будет иметь фактор влияния, потому что это налогоплательщики, это люди, которые используют нашу землю. И на данном этапе пока все плоскостные сооружения, они являются собственностью Красноярского края. Сейчас у краевых властей есть совсем немного времени на то, чтобы детально ознакомиться с проектом и выбрать инвестора для строительства. И чтобы не нарушить сроки, важно не затянуть с выбором подрядчика, чтобы новый Красноярский аэропорт, наконец, стал реальной перспективой. Захар Письменник, Павел Патылицын, Новости ТВК.